Всем привет! Сегодня я представляю вашему вниманию такой автомобиль как HAVAL F7X 2022 года выпуска. Пробег 9910 километров составляет. Стоимость 2 499 999 рублей. Такое авто вы сможете приобрести в Телан 16 регион. Вся подробная информация в ссылке в описании к видео. Устраивайтесь поудобнее. Это будет полноценный обзор на этот прекрасный китайский авто. Комплектация Elite у нас. 2 литра на полном приводе. Роботизированная трансмиссия. 190 лошадиных сил. Один владелец в данном случае. Зимняя резина новая. Сигнализация с автозапуском Starline. Два комплекта ключей. Доп-оборудование на 150 тысяч рублей. Автомобиль на гарантии 7 лет. И вот сегодня вместе с вами рассмотрим этот шикарный китайский авто, который уже заслужил доверие многих автомобилистов. Самобытный, красивый. Есть что-то такое, за что многие цепляются и делают выбор исключительно в пользу этого авто. Вот такой ключ. Как видите, соответственно, здесь у нас сигналка. Вот такая Starline. Как-то сильно подостерлись кнопки вот здесь, при таком пробеге. Разное бывает. Вот здесь уже, где закрыть, открыть, не видно, видимо. Краска на водной основе, она быстро истирается. Цвет невероятно красивый. Я даже не знаю, это морская волна или что-то наподобие того. Диски, конечно, зачетные. Система без ключевого доступа. В данном случае, чтобы открыть, закрыть автомобиль. Так, мы закрываем. Зеркала автоматически складываются при закрытии. И чтобы открыть, не сенсор. Автоматически зеркала раскладываются. Так все очень много. Двери прям сразу чувствуется. Шумоизоляция хорошая. Вот эти дверные карты. Увесистые двери. Они открываются на широкий угол, облегчая посадку и высадку в этот автомобиль. Тканевый цветный салон. Кресло с ярко выраженной боковой поддержкой. Электропривод имеется. Скошенная нижняя часть руля. Посадка и высадка. Все очень удобно. Прямая областья в 178 сантиметров. Сразу же обращает на себя внимание экран мультимедийной системы. Довольно большой он, развернут в сторону водителя. Снизу у нас по климат-контролю. Роботизированная трансмиссия. Электромеханический тормоз. С функцией автохолд. Чтобы запустить двигатель, нажимаем на тормоз и затем один раз на эту кнопку. Обратите внимание, эта кнопка загорается зеленым цветом. Так все происходит. Надпись Start, Stop Engine. Такой запуск. Анимация очень интересная. Следующее это через 96 километров. Показывает. Пробег 9904 километра. Сейчас у нас индикатор, видите, восклицательный знак. Гайд это датчик давления в шинах. Нужно либо инициализацию сделать. Бывает так, что когда переобуваетесь, он начинает моросить немножко. Здесь есть даже подрулевые лепестки переключения передач. Плюс передача выше и минус, соответственно, передача у нас идет ниже. Электроусильский руля установлен. Он очень легкий. От упора до упора немного оборотов совершает. Вот такие элементы, допустим, здесь не прикрыты. Ну, вы знаете, это даже на Toyota, на Lexus не прикрывается. Очень легкий руль. Такой кудок. Благородный. Прилю в местах хвата. Кожа тоже по выделке достаточно хорошая. Нечто среднее между японскими автопроизводителями и немецкими. Здесь даже такие выемки. Знаете, вот здесь он такой тонкий руль. И вот сюда он уже становится ближе к низу. Все толще, толще. И вот эта вот часть прям невероятно толстенная. Здесь пластиковые вставки под светлый металл. Здесь также все благородно, интересно он видит. В этом автомобиле установлен датчик света и датчик дождя. Сейчас я предлагаю включить фары. Туманки. Передние и задние. Дальний цвет фар. Как обычно, аварийная сигнализация. Она у нас находится в очень другое месте. Здесь у нас к приборке вопросов нет. Все считывается, нура. Видите, красные стрелки. Вот такие треугольники, где температура и топливо тоже, в принципе, приветствуются в приборке. Все четко, понятно, считывается быстро. Вот такая тоже белая подсветка. Очень идет в этой приборке. Здесь у нас находится центральный замок. Электронные вставки под карбон. Здесь такие вот аккуратно идут. Под металл. Электропривод для складывания. Все достаточно быстро складывается. Раскладывается. Это очень удобно, особенно на тесных парковочных площадках, чтобы никого не задеть. Вот так, соответственно, мы раскладываем с подогревом зеркала. Притом имеется мониторинг слепых зон еще. Влево-вправо регулировка. И вверх-вниз. Зеркала вот идеальные. Не особо большие, не особо маленькие. Самое то. Блокировка стекла со стороны КЦ. Лишь со стороны водителя имеется автоматическое стекло. Оно в одно касание опускается и поднимается. То есть оно с доводчиком. Немножко все запотело, потому что перепад температур сейчас. Дождь моросит немножко. Килиния очень аккуратная. Здесь какая-то кожа, эко-кожа. Здесь уже, знаете, фактура совершенно другая. Очень интересно все обыграно. Строчка идет аккуратная. Здесь мягкие подлокотни. Коврик тоже. Ручки оригинальные. Открытие-закрытие. Тоже, конечно, усилие очень приятное. Здесь находится вещевой бокс. Не знаю, накинуть единственные системы. Тоже обрамление под металл. Пластиковое. И мониторинг стеклых зон. Здесь индикация. Порог у вас закрыт всегда, поэтому... Одежда будет чистая, видите, он прям идеально закрывает вот эта часть. Пластиковая ложится туда. В этом автомобиле установлен достаточно хороший двойной уплотнитель. Как видите, он где-то здесь, именно здесь. В рейлинге. Крепление для перечин также имеется. Хромированная окантовка дверных рамок. Ну, как видите, вот эти стоки тоже. Рояльный лак, глянцевый пластик. Скошенная нижняя часть. Все-таки это купе-образный силуэт. F7X. Антенна видеокулевого плавника у нас имеется. И за счет того, что вот эта п-образность преобладает, как на BMW X6, обзорность назад, конечно, немножко страдает. Диодный стоп-сигнал. Задний обогрев стекла имеется. На диодах у нас также фонари. F7X в кроме. И вот такая бутафория, якобы раздвоенный выхлоп. Вот здесь фаркоп стоит. Противотуманный фонарь тоже достаточно хрома. Задние датчики по парковке имеются. Всего здесь 4 штуки. Раз, два, три и четыре. Сюда можно вкрутить проушину для буксировки. В нижней части у нас неокрашенный черный пластик идет. Система полного привода, 4WD. Там муфта стоит в приводе задних колес. И диодная подсветка номерного знака. Также камера заднего вида. Имеется хромированная планка. И по центру надпись HALP. Весьма оригинальные пятиспицевые диски. Они раздваиваются еще на две спицы. Шипы Yokohama. 19 дюймов. Развенышин 235 на 55 профиле. Шумоизоляция сейчас вполне приемлемая на этих автомобилях. Посмотрите, сколько хрома на молдингах. Какая жирная полоска. Сейчас давайте рассмотрим нижнюю часть этого автомобиля. Диодные указатели для поворота в наружных зеркалах заднего вида. Довольно яркие. С расширенным сектором. Коэффициент аэродинамического сопротивления для этого класса автомобиля шикарный. Штамповки на капоте имеются. Полностью светодиодные фары. Ближний и дальний свет. Линзы. Светодиодные противотуманные фары также. Все в хромированном обрамлении идет. Надпись также LED Premium Vision. Что касается света, он просто шикарный. Здесь уже подготовка под камеру переднего вида имеется. Как видите. Сейчас рассмотрим нижнюю часть этого автомобиля. А именно переднюю подвеску. Что касается технической части, то здесь установлен бензиновый турбодвигатель, рядная четверка, 16-клапанный. Степа питания двигателя непосредственно в пресс-топлива в соответствии к экологическим требованиям Евро-5. Расположение двигателя переднее и поперечное. Степень сжатия 9,6. Объем 2 литра. Кодовое обозначение GW4C20. Мощность 190 лошадиных сил. Крутящий момент 340 ньютон-метров. Максимальная скорость данного автомобиля составляет 195 км в час. Динамика разгона от 0 до 100 км в час за 9 секунд. Расход топлива в городском цикле это 11,5 литра на 100 км в пути. И в загородном цикле 7,4 литра на 100 км в пути. Объем топливного бака составляет 56 литров. Коробка передач. Преселективный 7-ступенчатый робот 710-450 с двумя сцеплениями. Это первый подобный агрегат, полностью разработанный и выпускаемый в Китае. Привод полный. Дорожный просвет 190 мм. Тип передней подвески независимая, пружинная, стойкий МакПерсон. Есть стабилизатор перечной устойчивости. Тип задней подвески независимая, пружинная, многорычажная. Передние тормоза дисковые, вентилируемые, задние тормоза дисковые. Снаряженная масса данного автомобиля составляет 1720 кг. Полная масса 2266 кг. Объем багажного отделения составляет 329 литров. Если сложить спинки задних сидений, то он увеличивается и составляет 1443 литра. Длина данного автомобиля 4691 мм. Ширина 1866 мм. Высота 1660 мм. Коресная база 2725 мм. Havel F7 – это компактный кроссовер, выпускаемый с 2018 года компания Havel подразделением китайского автопроизводителя Great Wall Motors. Версия кросс-купе под названием F7X отличается лишь внешне. Занижена на 350 мм и завалена сзади крыша. Немного укорочен задний свес. Палитра непосредственно цветов кузова обеих моделей включает оттенки белый, не металлик, благородный агат, белый металлик, платиновый неон, серый металлик, антрацит, черный металлик, аквамарин, синий металлик, магматический, красный, также металлик. Доступен еще один силовой агрегат, также 1.5 турбо, 150 лошадиных сил. Основные конкуренты этого автомобиля – это Geely Tugela, Mitsubishi Eclipse Cross и Renault Arcana. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Несмотря на скептическое отношение к китайским автомобилям, все-таки этот бренд прорыв совершил, и я думаю, все будет успешно складываться у него. Субтитры создавал DimaTorzok Немножко присутствует бордюрка на дисках, как видите. У многих большой вопрос. Залетает вот сюда грязь, либо же нет. Да, конечно, она залетает, но это все решает хорошая мойка. В профиль очень гармонично выглядит. Сейчас я предлагаю еще раз рассмотреть нижнюю часть этого прекрасного китайского автомобиля. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас давайте детально рассмотрим заднюю подвеску. Субтитры создавал DimaTorzok Теперь детально рассмотрев экстерьер этого в том мире, я предлагаю детально рассмотреть экстерьер. Закрытие и открытие дверей практически бесшумное, что многих порадует. Я в этом более чем уверен. Сейчас, конечно же, технология покраски, да и сама толщина металла на китайских авто более чем хорошая. Алюминиевые накладки с надписью HALO Предупреждение Рекомендации подавления в шинах Электропривод для сидения в продольном направлении, при том диапазон регулировки здесь достаточно обширный. Так все регулируется. Вперед. Еще есть вход. Регулировка по высоте. И спинка. Регулируются подголовники и ремни безопасности. Наполнитель достаточно хороший, не особо мягкий, но и не особо твердый. Самый это педальный узел, оригинальные коврики. Здесь у нас находится вещевой бокс. Регулирование яркости подсветки приборов, регулирование угла на клон фар и помощь при спуске. Здесь тоже строчка идет и под карбон вставки. Подгонка по деталям очень даже очень хорошая. Сейчас я предлагаю послушать звучание двигателя. Отсечка у нас 5500 по оборотам. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На холостом ходу... Минимум вибрации с автомобилем проникает... Нет, конечно же, понятно, что двигатель работает... Но очень тихо и плавно... Настроен идеально... Здесь управление светом поворотниками... Управление стеклоочистителями... В том числе задним... Подрегулируем яркость... Будет ли это показывать... Видимо не показывает... И вот здесь у нас... В помощь при спуске... Индикатор должен загореться... Вот, сейчас он загорелся... Должно удерживать... Это около 5 секунд... Дефлекторы... Притом все развернут... В сторону водителя... Подогрев руля имеется... Какой шикарный... Шевроле... Таха... Поехал... Подогрев руля... Здесь управление для мультимедиа... Кнопки принятия и отмены вызова... Притом посмотрите на эти... Красные... Синие... Даже зеленые точки... Голосовые команды... Работают они сейчас? Не работают... Точно не могу сказать... Но они есть... Голосовое помощь... Голосовое управление... И, соответственно, здесь... Прибавите вайс-звук... Переключение между станциями... Треки... И... В зависимости от того... В каком подменю... А где системы вы... Находитесь... Переключение и поиск станций... С этой стороны у нас... Мотивация для круиз-контроля... И, соответственно... Управление для порт-компьютера... Все необходимое... Сейчас мы с вами... Этот момент детально рассмотрим... Так... Вверх-вниз... И кнопка ОК... Здесь для круиз-контроля... Задавить скорость... Допустим... Остановка скорости... У нас имеется такое... Подменю... Включение-включение... И... Выбираете скорость... То есть... Плюс-минус... Пять километров в час... Он вам показывает... Таким образом... Неплохо... Борт-компьютер... Что будет отображаться... Мгновенный расход топлива... Средний расход топлива... Запас хода... Километраж... Средняя скорость... Время в пути... Датчик подавления... В шинах... Также... Громкость... Так... Все можно отрегулировать... Неплохо... Дальше у нас... Давление... Видите... В чем будет указано... Температура... Тоже все понятно... Думаю... Единица расхода топлива... То есть... Это... Литры... Язык... При том... Здесь только русский... Китайский... Английский... Интересно... Следующее... Напоминание... Заводские настройки... Сброс на заводские настройки... В принципе... Для этого меню... Нет предупреждения... То есть... Сообщение определенное... Будет вводиться... И вот... Цифровой спидометр... Мгновенный расход топлива... Видите... Так я... Конфигурирую все это дело... Цифровой спидометр... Мгновенный расход топлива... Ну... Литр в час... 0,9 литр... Потребляет... Это нормально... Средний расход топлива... 29,9... Нет... Не пугайтесь... Потому что мы стоим... Нужно автомобиль прикатать... А запас хода... 483 километра... Но он будет... Гораздо больше... Потому что видите... Полный бак... Полный бак бензина... Я прям... Предвкушаю... Поездку долгую... Так... Километраж... Это... ПСК... ПСК... Средний расход... Как видите... Средняя скорость... Время в пути... Вот... Давление... Возможно... Инициализация нужна... Плюс температура указанная... И... Как видите... Само давление оказывается... Ну вот... В принципе... Все... Что можно рассмотреть... Какую информацию... Получить по бортовому компьютеру... Конечно... Рабочее место водителя здесь... Хорошо продумано... И организовано... Мне нравится... Строчка аккуратно идет... По качеству отделочных материалов... Здесь мягкий пластик... Местами он... Переходит как-то... В твердый пластик... Но это... Картина общего не портит... В автомобиле... Здесь тоже... Глянцевый пластик... Рояльный лак... Со стороны также... Обрамление... Теперь... Что касается вот этого... Большого дисплея... Посмотрите... Какие воздуховоды... Интересно... Даже пленку сохранили... Итак... Вот экран... Мультимедийная система... Кнопка у нас... Включение... И выключение... Интересная анимация... Прям... Прожектор... Свет... И вот... Король сцены... Это у нас основное меню... Как понимаете... Прибавить и убавить звук... Можно... Вот таким образом... Соответственно... Отключить звук... Ну вот... В принципе и все... Дальше... Только на сенсоре... У нас есть... Под меню... Радио... Вот так оно... Отображается... Очень оригинально... Все выглядит... Поиск станций... Вот... Таким образом... Все можно отображать... Обновление списка станций... Видите... В процентном соотношении... Он показывает... Ищет... Настраивается... Штатная система... Очень неплохая... В принципе... Не подвисает... И каких-то проблем... Не возникает... Все хорошо... Дальше... У нас... IMFM... Понятное дело... Здесь... Под настройки... Соответственно... DTS... В авторежиме... Эквалайзер... Шумоподавление... Автоконтроль... Громкость есть... Звук... Касание экрана... Вот... Можно включить... Можно... Отключить... Так... Отключаю... Лучше со звуком... Наверное... Еще раз... Мы не выходим... Здесь кратко... Отображается... Температура по... Климат-контролю... Соответственно... Какой скорости дует... Вентилятор... Здесь у нас... Температура за бортом... И часы... Также... Иконка по Bluetooth... В принципе... Все... Медиа... Здесь нет доступных... Источников для... Медиа... SOS... То есть... Источник... Bluetooth... Клавиатура... Контакты... Недавние... Аудио... Как видите... Все быстро происходит... Apple CarPlay и Android Auto... Видите... Они сейчас не активны... Дальше... Автомобиль... Допустим... Это у нас... Свет... Настройка... Приветственное освещение... 3 секунды... Можно выбрать... 10... 20... 30... Сопроводительное освещение... То есть... Follow me home... Проводи меня домой... Режим энергосбережения... 10 минут... Вот сколько... Устанавливаете... Сколько необходимо... Комфорт... Складывание зеркал... Авто... Ручное складывание... Есть тоже... Там... Ручное... Складывание... Так интересно написано... Как будет с ошибкой... На самом деле нет... Сиденье... Подогрев... Пожалуйста... Три степени... Для водителя... Для пассажиров... Что все быстро происходит... Достаточно... Кондиционер... Тоже здесь... Видите... Вставляет температуру... Различные зоны... И регулировка для потока воздуха... 7 скоростей... Цвет... Здесь... Привязка цвета... Режим вождения... Мультимедиа... Спидометр... Цвет... Мультимедивной системы... Красный... Видите... Обновляется... Синий... Золотой... Как хотите... Можно все настраивать... Оставлено на синим... Потому что... Цвет... Синий... Пожалуйста... Стандарт... Снег... Грязь... Песок... Спорт... Можно настраивать... Цвет... Тоже меняется... Смотрите... Здесь... Золотой... Красный... Синий... Неплохо... Неплохо... Так... Все отображается... Здесь... Знаете... Скомканная бумага... Такая анимация интересная... И дальше... У нас... По умолчанию... Настройки... Установить... По умолчанию... Параметры... Импорта... С USB-устройства... Экспорт настроек... На USB... Ну... Вот... В принципе... И все... Дальше... Допустим... По центру... Не активно... Это только активно... Вот такая... Мультимедиа... Все понятно... Четко... Без претензий... И вот здесь... Физические кнопки управления... Для климат-контроля... Допустим... Регулирую... И... Выводится... Анимация... И... Ну... Притом... Чисто тактильно... Все очень хорошо сделано... Не пожалуешься... Различные зоны... Ноги... Лицо... И так далее... Авторежим... Активация для кондиционера... Экорежим... Видите... Экорежим... В красном цвете... Он сразу начинает... И... Экорежим... В синем... Отключение... Включение... Для климата... Здесь... Рециркуляция... Задний обогрев стекла... Передний обдув... И... Смотрите... Такая вот... Ситуация... С подогревом сидений... Нажимаем на кнопку... Один раз... И потом только посредством тачскрина активируем... Вот как-то так... Только так можно сделать... Либо же... Залезть уже в подменю посредством... Тачскрина... То есть... Сразу... Нажать там... Как-то прокрутить... Не получится... По подогреву... Здесь у нас... Трекшн стабилизация... Сразу... Загорается индикация... Вот такая... Нет необходимости удерживать... И... Видимо... Режимы... Я так думаю... Выйти из режима ЭК... Необходимо... Спортивный режим... Режим... Снег... Режим... Грязь... И... Режим... Песок... Стандарт... Спорт... Снег... Грязь... Песок... Это стандартный режим... Здесь ничего не отображается... Просто меняется подсветка... Спорт режим... Снег режим... Грязь... Песок... Стандарт... Вот так все меняется... Смотрите еще раз... Спорт... Снег... Грязь... Песок... Стандарт... Здесь у нас... Такой коврик аккуратный... Жалко что нет... Беспроводной зарядки... Здесь тоже все аккуратно в коже... Строчка... Пищевой бокс... Электромеханический стояночный тормоз... Функция автохолд... Так его активируем... Нажимаем на тормоз... Нажимаем на него... Деактивируем... Закуши какая-то интересная еще... Здесь у нас... Кнопка разблокировки... Нажимаем на тормоз... Драйв... Ручное переключение есть также... Для... Соответственно... Подрулевых лепестков... Качаем один раз... Нейтраль... И... Разблокировка... Нажимаем... Как видите... Камера заднего вида... Траекторные линии имеются... Уже хорошо... Убейтесь... В безопасности... Совершаемого маневра... Очень предусмотрительно... Графика в принципе... Неплохая... Разрешение тоже... И четкость... Многих порадует... Опять режим драйв... Притом... Быстрота работы камеры... Смотрите... И вот... П... Паркинг... Все очень просто... Здесь тоже под металл... Пластик... Два подстаканника... Пожалуйста... Вещевой бокс... Он достаточно вместительный... Здесь еще... Все бито бархатом... Приятный материал... И он мягкий... Со строчкой... Аккуратный... Салонное зеркало... Заднего вида... В данном случае... Оно у нас с автозатемнением... Там датчик света... Датчик дождя... Должен быть... СОС... Системы... Аэроглонасс... Здесь даже пленку не снимали... Как видите... Диодная подсветка... Микрофоны для hands-free... Макияжные зеркала... С подсветкой... Держатель для карт... Помощь... Дороги... Владельцу... Хаббл... Здесь... Бывканальный телефон... Тоже подсветка... Ручки... Единственное... Мое нарекание... Так как есть... Камера заднего вида... И датчики парковки... Это по сути... Даже и не вопрос... Обзорность назад... Смотрите... Как бы... Страдает слегка... А так... В целом... Если... Захотелось попробовать... Китайские авто... Если уж прям... Сильно хочется... То можно... Я в этом уверен... Не разочаруетесь... Вообще... Китайские бренды... Последнее время... Не перестают... Нас удивлять... Все лучше и лучше... Качественнее и качественнее... Делают автомобили... Что касается подвески... Она прям... Самое то для наших... Направлений... Разбитых дорог... Очень наркоемкая... Рулежка классная... Для такого класса автомобилей... И... Тандем силового агрегата и трансмиссии... Здесь идеальный... Расход тоже вас порадует... В принципе... С точки зрения функциональности... Именно начинки... Тоже не подкачал автомобиль... Так что определенно... Есть за что зацепиться... И есть за что полюбить... Этот автомобиль... Прекрасно... Теперь... Сейчас я отрегулирую кресло... Немножко вперед... Отодвину... Для чистоты эксперимента... Сейчас... Сам... Попробую сесть сам за собой... Кнопка стар-стоп... Теперь предлагаю переместиться на... Второй ряд сидений... Это... Китайское авто... Практически без шума открываются двери... Над замками... Видимо там... Тщательно... Поработали... И это видно сразу... В прямом росте... В 188 сантиметров... Посадка удобная... Высадка... И также... Каких-то... Супер... Эргономических... Просчетов... Я в этом автомобиле... Честно вам скажу... Не заметил... Это радует... Второй ряд сидений... Он также... Просторный и уютный... Здесь находится... Детский замок... Фиксатор в два положения... Открыть-закрыть... Чтобы дети... Не смогли открыть автомобиль изнутри... Электростеклоподъемник... Также у нас... По материалам все хорошо... Алюминиевые накладки... Исофикс имеется... Система... И... Система... Для крепления... Якорного типа... Вот так все складывается... В соотношении 60-40... Якорного типа... Система... Не знаю... На этом сэкономили или нет... Потому что... Вот такие все-таки... Регуляторы... Вроде бы как... Смотрятся дешево... Давайте попробуем присесть... Ну... Какой... Классный грузовик... Ман... Вы знаете... Вот сидишь... Выше чем... Либо же... Кресло отрегулировало... Максимально вниз... Такой... Амфитеатр получается... Сидишь выше чем... Водитель... И передний пассажир... Удивительно... Вот эта покатая линия крыши... Я даже ее и не почувствовал... Когда садился... Здесь у нас тоже диодная подсветка... Аккуратная... Вешалка имеется... Два регулируемых... Подголовника... Вещевые карманы... Соответственно... Слева и справа они предусмотрены... Идеально ровный пол... Вот за это... Отдельный плюс... Отдельный лайк... Воздуховоды... Тоже... Немножко есть... Опромление... Под металл... Пластиковое... Отогрев... Сидений... Трицепеньки... Вещевой бокс... Здесь у нас еще... Даже имеется... Вход... USB... Видимо... Для зарядки гаджетов... И... Вот... Эра... Глонасс... Я даже не знаю... Скорее всего... Эра... Глонасс... Система... Все работает... Изумительно... Откидной... Центральный подлокотник... Мягкий... Здесь два аккуратных подстаканника... Пластиковый вкладыш... Что касается... Подушек... Безопасности... Я в данном случае... Насчитал... Четыре... Довольно... Свежий... Интерьер... Этого автомобиля... В ближайшие годы... Я так уверен... Что он не устареет... Как минимум... Сейчас... Ради... Частоты... Этого эксперимента... Хочется проверить... Так... Греется... У нас... Подушка... И... И... Спинка должна... Греться... Тоже... Нет... Скорее всего... Тут... Греется... Подушка... Вот... Подушка... Прямо я чувствую... Что греется... А спинка... Да... И спинка... Вот этот момент... Тоже греется... И подушка... И спинка... Вот это радует... Здорово... Выключаем... Такая же... Подсветка... Рассеянное... Освещение... Диодное... Здесь... Также... Вешалка... Честно... Вам скажу... В прямом росте... В сто восемьдесят восемь сантиметров... Место в ногах... Остается... Какой-то прям... Недостаток... Пространство... В ногах... В плечах... Над головой... Сложно ощутить... Здесь уж прям... Классно как-то сесть... Немножко... Потолок давит... А в целом... Очень даже неплохо... Очень даже неплохо... Для такого класса автомобилей... И у нас тоже стеклоподъемники идут с белой подсветкой... Видно, что... Ребята... Интерьерчики... Поработали над салоном... Хорошо... Это видно невооруженным взглядом... Плечок бензопака... Он здесь... Из пластика... Минимум девадцать второй... Нужно заправлять... Как видите... Лучше даже девяносто пятый... Сейчас я предлагаю взглянуть... Насколько вместительны... Багажное отделение... У этого автомобиля... К сожалению... Электропривода для крышки багажника здесь нет... По центру у нас кнопка... Вот здесь... Возмывает... Вверх крышка багажника... Видите... Имеется аккуратная шторка... Антивандальная... Подсветка аккуратная... Тоже непонятно... Почему там... Диодное освещение... А здесь... Простые лампочки... Вешалка... Притом она... Выдерживает... По надписи... Три килограмма... Слева и справа имеется... И вот здесь... Коврик аккуратный... Запаска... В виде докатки... Домкрат инструмента... Все необходимое... Багажник небольшой... Но... По рамкам сегмента... Его должно вполне хватать... Одна удобная ручка... Здесь доступ к замку... И вот еще такие... Аккуратные стоят... Заглушки... Изъем... cioè... риск... Расследовица... Игра… Игра... Субтитры... ... Здесь машины его разруш сюда... Да... Смотрите 유оперед... Одну vulка 코с Gold... Здесь тоже система доступа без ключа, так закрываем, так открываем. Стороны пассажира механические регулировки в продольном направлении спинка, регулировки по высоте здесь нет. Также предупреждение. Эта часть у нас с подсветкой идет, я так понял, и вот здесь у нас вход под USB-зарядку и розетка имеется вот такой нижний этаж. Бардачок нельзя закрыть на ключ, так опускается, здесь руководство по эксплуатации, все необходимое. Он не очень вместительный и при том он даже не обид тканью. Вот закрытие прям дверей, радуешься, не нарадуешься. Неужели китайские авто достигли такого уровня сборки и исполнения? Это очень радует тебя. Даже искушенный автомобилист будет приятно удивлен. Никто не будет воротить нос от этого автомобиля. Это точно. Еще в подменю, друзья, есть настройки для времени. Как видите. Затем для дисплея. Яркость. Наивысшая, высокая, средняя, низкая, низшая. Запрет просмотра. То есть это в движении, когда автомобиль. Установка для языка. Здесь телефон. Звук. И версия. Так отображается все. Друзья, в этом автомобиле рулевая колонка имеет механические регулировки. Здесь фиксатор по высоте и по валюту. При том диапазон регулировок небольшой, но все можно удобно под себя подстроить. А вот здесь вы открываете, соответственно, капот. И здесь, с этой стороны. Хороший и качественный продукт получился. Самобытный, интересный. Который, я думаю, стоит попробовать эксплуатацией одно удовольствие. Вот такой. Хавел F7X 2022 года выпуска. Прекрасный автомобиль. На этом обзор Хавел F7X 2022 года выпуска завершен. Я надеюсь, вам понравилось. Всем удачи. Берите себя. Всем хорошее настроение. Пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok